На этой неделе в Вашингтоне с официальным визитом находится премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. 16 января после многочасовой встречи при закрытых дверях с президентом США Барака Обамы в Белом доме, где были обсуждены критические задачи по национальной безопасности, лидеры стран провели пресс-конференцию. Делая вступительное заявление, президент Обама поприветствовал Дэвида Кэмерона и британскую делегацию. Он сказал, что в Вашингтоне отмечается 200-летняя годовщина победы США над Британией в битве за Новый Орлеан, которая завершила англо-американскую войну 1812-1815 годов. Но несмотря на войны между этими странами в 18 и 19 веках, Великобритания является ключевым союзником США на сегодняшний день. На пресс-конференции были обсуждены проблемы глобальной экономики, методы борьбы против глобального потепления, ситуация на Украине, глобальные меры реагирования на предотвращение распространения вируса Эболы, глобальная война против терроризма и так далее. Методы осуществления этой борьбы для руководителей США и Великобритании отличаются. После террористических актов в Париже на прошлой неделе и предотвращения вчерашнего террористического акта в Бельгии, Кэмерон и Обама представили свою точку зрения по методам борьбы с растущим экстремизмом. Президент сказал, что США и Европа разделяют ценности, в которые верит большинство мусульман, включая толерантность и сотрудничество по строительству мирового общества, нежели его разрешению. Глава Белого дома подчеркнул, что победа над экстремизмом возможна не только при использовании оружия. Одним из методов в борьбе с этим нигилизмом является поднятие голосов тех людей, которые представляют большинство мусульман мира, чтобы их точка зрения была услышана так же громко, как и сообщение фанатичных экстремистов, отметил президент. «Наши мусульмане считают себя американцами», – сказал президент, подчеркивая, что во многих частях Европы, включая Францию, где иммигранты из Северной Африки, не ассимилируется ситуация с гражданской самоидентичностью иная. Излагая свою более упорную позицию насчет борьбы с экстремизмом, Дэвид Кэмерон заявил, что неуправляемые легитимными руководствами территории, где бесчинствуют террористы, должны быть немедленно закрыты. Международное сообщество должно сотрудничать в борьбе против так называемого исламского государства Ирака и Леванта, расположенного в Ираке и Сирии, а также объединиться в противостоянии к ядовитому фанатичному культу смерти и идеологии, которая извращает религию ислам. Отметим, что во время двусторонних обсуждений в Вашингтоне президент Барак Обама, премьер-министр Камерон решили расширить сотрудничество по усилению американского британского сотрудничества по защите от киберпреступности и кибератак. Они пообещали расширить киберзащиту критических важных инфраструктур в обеих странах и усилить обмен информацией по потенциальным угрозам. Камила Алиева, Юсиф Бабанлы, Наиль Бабаев, Азертач, Вашингтон.